Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах, начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел — с бет, третий раздел — с гемель, далит и так далее. До конца, до последней двадцать второй буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. раздел «шин» или «син». В древнееврейском алфавите это одна и та же буква. В зависимости от того, как читается слово, эта буква может приобрести звучание «шин» или «син» в зависимости от огласовки. стихи 161-168. После краткого упоминания о несправедливом преследовании со стороны каких-то вельмож, которые здесь называются словом «князья», псалмопевец приводит длинный ряд различных признаний о том, как он любит закон Божий и его откровения. «Великий мир у любящих его закон» — 165 стих, это, вероятно, нечто большее, чем просто спокойствие в государстве. Это и мир в душе, и радость, и ликование. От Господа ничего не скрыть. Все пути мои перед Ним открыты. Поэтому, исполняя его заповеди, псалмопевец ожидает спасения от Господа. Семикратно в день, как об этом говорит 164 стих, «может говорить о семи стражах, на которые делились сутки у древних евреев». Время суток — тут лучше не одно слово какое-то взять синонимичное, а у слова «стражи» лучше подобрать какой-то эквивалент период дня, период ночи. Это не стража, связанная со стражами, которые охраняют. Конечно, эти созвучные слова связаны с неким фактом, что те или иные мужчины, которые охраняют город, ходят по башням или по стенам, или вдоль башен и стен в определенные часы, то есть в определенные стражи, тем самым они стражат. Не исключено, что какие-то определенные периоды действительно могли называться стражами, потому что охраняли кто-то днем, кто-то ночью. Каждый нес свою стражу, стражил. Но если переводить этот славянизм из русского синодального перевода на наше современное понимание, то я бы лучше перевел бы выражением период определенной часы дня или ночи, временной интервал в течение суток. Вряд ли псалмопевец хотел сказать, что он ежедневно семь раз в день посвящал определенные часы для молитвы, как в последующих христианских монастырях, в суточном круге богослужений были установлены три ночных богослужения — вечерняя, полуночница, утренняя и четыре дневных. Это в частности служба часов, а первый, третий, шестой, девятый часы. Скорее всего, здесь псалмопевец использует слово «семь» как символ полноты. Словословие Господу пронизывает всю его жизнь. Он прославляет Бога на всяком деле, целый день, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, всегда. В период Второго Храма, межзаветный период, у составителей библейских книг и постбиблейской литературы появляется большое внимание к числам. В отчасти это было связано с необходимостью пересчитывать количество букв в каждой строчке и в каждом столбе священного текста для того, чтобы контролировать точность копирования библейских рукописей. В отчасти это было связано с тем, что в этих числах виделся ключ, ключ к пониманию этого текста. И гармония чисел служила не только контрольной проверкой к точностью переписывания рукописей, но и служила к лучшей цели, к запоминанию текста. Человек тем самым проверял себя, запомнил ли он все 22 строчки, соответствующие 22 буквам алфавита или нет, но и намекали на какую-то высшую реальность. Гармония намекала на совершенство. В древнееврейских текстах такими числами, которые могли говорить о совершенстве, были числа 7, 12 и все, что с этим было связано. Конечно, определенную роль играли числа 4, 40, числа кратные, 12, например, 144. Было понятие тьма, оно же 1000, отсюда 12 легионов, 144 тысячи, то есть бесконечное количество, 144 тысячи – это неисчислимое количество небожителей в небесном царстве. Завершенный список, о котором в XX веке трубили авторы журнала «Стражевая башня» и составляли списки 144 спасенной личности. В символике апокалипсиса 144 это бесконечно, это неизмеримо, мы не понимаем сколько, это не говорит о какой-то точности. Такие числа могли говорить о некой завершенности, например, все, что связано с семеркой, преизбытком восьмеркой или недостатком шестеркой. Но так или иначе одно и то же число могло пониматься и так или иначе. Поэтому нельзя сказать о том, что восемь, особенности три восьмерки, это совершенство преизбыток и суперпреизбыток, а три шестерки – это недостаток, недостаток и недостаток. Потому что в разных случаях мы встречаем разные обыгрывания одного и того же числа в тех или иных контекстах. Поэтому да, число помогало, но до появления, я рискну сказать, каббалистической мистики, вряд ли число играло магическую роль, настолько сильную, как сейчас играет в каббалистическом иудраизме, когда в числе видится ключ к открытию каких-то божественных энергий. Кстати, такое число символики были подвержены сектанты под названием ессеи, которые жили в районе Кумрана, у Мертвого моря, а на них, по всей видимости, повлияли всякие числовые философские воззрения, связанные с числом, связанные с Пифагором, с пифагорейским учением, с пифагорейской философией числа. Потому что Пифагор, он же был не только математиком, он был еще философом, мистиком. В отчасти еще и он размышлял о гармонии музыки, которая тоже была связана с числом. Субтитры создавал DimaTorzok